В Ногайском районе продолжаются раскопки древнего кургана, который соединил в себе несколько исторических эпох. Курганный комплекс, который археологи назвали Адельхалк-2, был обнаружен в прошлом году при проектировании реконструкции дороги, связывающей Карачао-Черкесию со Ставропольским краем, в районе станции Ураковская. Археологам уже удалось сделать несколько интересных находок. Мадина Каракетова в этом убедилась. Это необычный курган. Он собрал в себе захоронения различных эпох и культур, начиная с эпохи ранней воронцы, так называемой ямной культуры, до средневековых кочевников. Как рассказывает археолог Шамиль Джукиев, особенностью кургана является то, что сохранение расположено хаотично, то есть во все стороны света, в зависимости от культуры и обрядов. Изначально курган был построен для конкретно одного человека, а потом уже в дальнейшее время, когда проходили всякие кочевнические народы, чтобы не делать заново большие курганы, они просто впускали свои могилы уже в существующий курган, и тем самым потихоньку-потихоньку этот курган увеличивался. Руководитель экспедиции Вера Меньшкова рассказывает, что основные захоронения относятся к эпохе бронзы, северокавказская культура, второе тысячелетие до нашей эры. Здесь сейчас происходит рабочий процесс скрытия этих захоронений. Это большие прямоугольные ямы с заплечиками. На перекрытии ям устанавливались деревянные плашки или бревна, перекрывалась могильная яма. И по углам или на перекрытии укладывались жертвенные животные, части туш. Находки небогатые, рассказывают археологи. Это обычное рядовое население, скотоводы-кочевники. В захоронениях бронзовые украшения, которыми расшивалась одежда, костяные бусинки. Ноги погребенных посыпались охрой от стоп до колен. Наиболее интересные для нас были захоронения с романского времени, это третье первого века до нашей эры. Захоронены были в узких ямах, прямоугольные формы, головой ориентированные на запад ногами на восток. Из сопровождающего инвентаря были курильницы, которые устанавливались в ногах. Курильницы оставились для того, чтобы очистить могилу. Воскуривались какие-то благовония, от которых остались хорошие следы, четкие следы налета на стенках сосудов. Встречаются и любопытные захоронения. В одном из них останки совсем молодых людей, девушки и мужчины. Они держатся за руки. Археологи предполагают, что, возможно, это был воин убитый в битве, а девушка и его невеста, которые положили в могилу вместе с ним. В одном из погребений нашли настоящий кусочек ткани. По словам Веры Александровны, это явление очень редкое, потому что время уничтожает практически все, иногда даже кости. Скорее всего, по словам археологов, это может быть мешочек, и в нем хранится что-то, хранилось что-то бронзовое, но что пока неизвестно. Время не пощадило кости, но сохранило фрагменты ткани. Был помещен какой-то металлический предмет, который окислился и не позволил ткани разрушиться. Если посмотреть, то да, здесь видно, что окислы зеленые есть, то есть здесь какой-то бронзовый предмет будет. Возможно, это футляр или что-то. Сейчас откроют, посмотрим. Оказалось, это зеркальце 11-12 века, так называемого домонгольского периода. Правда, это все еще будет изучаться для точности. Эта курганная группа под названием «Адильхаук-2», которая включает в себя три кургана, была обнаружена в 2019 году при проектировании реконструкции автотрассы. Один из курганов, который сейчас и раскапывают археологи, попал в зону строительства. Поэтому к данному объекту по проектной документации в разделе по обеспечению сохранности объекта культурного наследия предписаны охранно-спасательные раскопки. Чем они отличаются от научных раскопок? Тем, что в данном случае целью археологов является сохранение объекта. То есть сохранение имеется в виду, что из-за расширения полотна автодороги физическое сохранение невозможно, и поэтому они путем археологическими методами сохранения объекта раскапывают. Все данные будут занесены в научный отчет Института археологии. Историческая ценность данного объекта имеет большое значение и для истории Карачаева-Черкесии, и для истории страны в целом, говорят археологи. Изучение этого памятника даст дополнительные сведения о ямной культуре и истории кочевых народов. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Инна Мостовая, Вести Карачаева-Черкесия, Ногайский район.